Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня мы отправимся в Древний Египет. Поговорим о тайнах этой цивилизации, конечно же, посетим пирамиды и узнаем, какие изобретения нам оставили египтяне в наследство. У нас в студии Максим Лебедев. Максим, приветствую. Игорь, здравствуйте. Сейчас, конечно, Египет – это туристическая Мекка, но при этом в то же самое время здесь туристы, а здесь археологи проводят раскопки. Что вы в последний раз интересного нашли? Какие артефакты обнаружили? Ну, надо сказать, что египетская археология активно развивается. Последние 20-30 лет, возможно, особенно бурно связано с тем, что появляются различные новые методы, активно внедряется трехмерное моделирование. Естественно, научные методы используются не только для датирования, но и для проникновения внутрь и сути вещей или, скажем, других объектов, как мумии. И понятно, что многие туристы, приезжая, скажем, в Гизу или в Сакару, или в какой-нибудь храм Камомбо, в Луксор, они видят большое количество экспедиций, которые работают. Вот этот поднимался этой весной на воздушном шаре над западным берегом Луксора. И я смотрю, и тут коллеги работают, и тут, и тут. И понятно, что это все в основном небольшие какие-то проекты, связанные с документированием гробниц или с реставрацией, но, тем не менее, очень здорово, что египетская археология живет, развивается. У России сегодня есть тоже не одна экспедиция, к счастью. Есть Институт Востоковедения Российской Академии Наук, у которого две экспедиции в Египте, в Гизе, непосредственно у Великих Пирамид, и замечательно появился новый памятник, который называется Гибель Эль-Нур. Мы его называем Светлогорье. Это поселение времен Клеопатры, к югу от Каира. А Светлогорье, я уточню, вы называете, потому что перевод какой-то такой. Да, Гибель Эль-Нур или Джибель Эль-Нур. Джибель – это гора, Нур – это свет, вот такая вот светлая гора, ну, Светлогорье по-нашему. Да, и кроме того, есть наши коллеги из Центра гипотологических исследований, тоже Академия Наук, у которых несколько экспедиций. Они копают в Мемфисе, это древняя столица Египта, у них есть экспедиция в Фаюме и вот в Луксоре, где они изучают одну из гробниц II тысячелетия до нашей эры. В общем, российская археология развивается, это не говоря уже о Судане. Судан – это продолжение Нильской долины или, там, скажем, средняя часть Нильской долины, среднее течение Нила, и там тоже работают. В общем, в любом случае, вот с 90-х годов постепенно количество археологических проектов и в Египте, и в Судане, оно растет, что не может не радовать. Из каких-то ярких открытий, но если взять, там, скажем, наши непосредственные экспедиции нашего института, института Востоковедни, то в Гизе – это новые гробницы III тысячелетия до нашей эры, которые прежде были неизвестны науке, а надо сказать, что в Гизе ведутся работы с XIX века довольно активно, то есть найти что-то незадокументированное – это непросто, особенно если речь идет о, там, центральном районе Гизы или восточной ее окраине, где непосредственно работают наши экспедиции, потому что есть участки, конечно, этого некрополя, которые еще изучены недостаточно, там, скажем, южная часть Гизы, где много будет памятников и где постепенно работают наши египетские коллеги. Вот, а Светлогорь – это наше, это замечательное поселение, как минимум существовавшее уже с III века до нашей эры и продолжавшее существовать вплоть до, там, византийского периода, то есть до раннего средневековья. И оно уникально для нашей науки тем, что, во-первых, само поселение, оно не тронуто, там есть замечательные храмы, храмовые зоны, которые тоже исследованы крайне достаточно, кроме того, там есть некрополи, то есть люди, которые жили в этом поселении, мы знаем, где они похоронены, там есть каменоломни рядом, там есть портовая инфраструктура, там есть пути, уходящие в пустыню. В общем, это возможность изучить небольшое египетское поселение в его довольно широком контексте. Такого прежде в российской египетологии еще не было. Но что-то уникальное вы можете найти, в принципе, вообще египтологи, будь то ваше поселение, которое вы исследуете наподобие, там, не знаю, розетского камня, то есть артефакт, который вообще изменит представление о нашем древнем Египте? Как работает наука? Наука работает на больших данных, да. Египтология существует 200 лет. Для, в принципе, для любой науки, даже для археологии это не так много. Но за эти 200 лет мы все равно смогли накопить уже значительный объем данных, да, когда начинает работать статистика. И какой-то артефакт, он, ну, можно себе представить, что мы находим, там, скажем, какие-нибудь блоки с летописями, да, которые значительно увеличивают количество данных каких-то конкретных исторических событий, но принципиально изменить наше представление, там, скажем, эпохи строительства пирамид или, там, времени Рамзеса Великого, ну, вряд ли один памятник сможет, да. При этом, при всем, небольшие уникальные находки, которые очень сильно уточняют, корректируют наше представление о древности, они регулярно происходят. Вот, вот, даже если возьмем, там, скажем, экспедицию в Гизе, да, она работает уже больше четверти века, поэтому там больше накопилось статистики и больше находок, да, там, скажем, было уникальное погребение ювелира, где помимо костяка были найдены непосредственно предметы, которые он использовал при производстве, во время своей работы. Гробницы ювелиров известны, как правило, они все разграблены, да, либо там нет инвентаря. Вот уникальный случай. Причем он позволяет проникнуть и в египетские представления о том, как они себе представляли загробный мир. Ну, предположим, лежит, ну, то есть, не предположим, это реальный случай, да, лежит этот скелет, рядом с ним погребальный инвентарь. Помимо каменных орудий, там лежит такая трубочка из необожженной глины, которая использовалась для того, чтобы трубочка надевалась на тростник, и это получалось такое вот орудие, вы дуете в тростник и раздуваете угли. Да, то есть, вот, как бы такой мех, только в качестве меха выступают ваши собственные легкие, да. Вы непосредственно туда не наклоняетесь, не дуете, а у вас есть все-таки какое-то приспособление. Так вот, интересно, что ему в гробницу положили из необожженной глины, то есть неиспользованная, да. Могли положить, в принципе, уже использованный какой-то предмет, который, ну, реально работает, да. Но предполагалось, видимо, что он его впервые воспользуется уже в загробном мире. Такая, казалось бы, небольшая деталь, но она позволяет лучше понять, как себе мыслили египтяне жизнь после смерти, да, свое существование. А вы находите что-то, чему не можете дать объяснение? То есть, непонятно, что это за трубочка, что это за осколок, зачем они это использовали? Это регулярно случается. Вот, с чем это связано? Это связано с тем, что, ну, мы все дети современности, да, и многие вещи мы наверняка интерпретируем сначала не совсем верно. Был забавный такой пример в Судане. Однажды мы копали храм первого века нашей эры, и за храмом, сразу напротив его центрального святилища, была обнаружена такая, как бы, лесенка из сложенных кирпичей. И сверху эти кирпичи были еще так наклонно тоже кирпичами покрыты. Ну, то есть, получалось какое-то такое типа пандуса, такого наклонного, вот, наклонной конструкции. Ну, и тут начались сразу фантазии, а может быть, это для простых людей, которые не могли зайти в храм, и это было обозначение места, где находился алтарь, но только с другой стороны, вот. А может быть, это там какие-то проходили церемонии вокруг этого здания, и здесь люди останавливались, что-то делали. Вот, а потом мы точно такой же, точно такой же пандус из кирпичей обнаружили просто в деревнях. Ну, почему он регулярно встречается, прямо вот подпирает стенки. И мы начали спрашивать у местных людей, ну, слушайте, а для чего это? А, говорит, ну, мы просто так кирпичи храним, потому что мы, когда их делаем, да, они сердцовые, ну, кирпичи не обожженные, они сердцовые, соответственно, они от воды разрушаются. И сверху они вот покрываются таким вот скатом тоже из кирпичей. Ну, верхние они как бы портятся, а все, что под ними, они остаются нетронутыми. Вот они просто так складируют кирпичи. Так мы дрова, например, складируем. Археологи даже любят шутить, что если вы не понимаете назначение предмета, то говорите, что оно культовое. Вы упомянули экспедицию в Гизе, наверное, одна из самых масштабных все-таки, потому что там находится пирамида Хеопса, которую вы называете пирамида Хуфу. Да, пирамида Хуфу. Почему так? Ну, дело в том, что, соответственно, Хеопс – это грицизированная, то есть грицизированная форма египетского имени, то есть это то, как его произносили древние греки. Да, ну, например, мы говорим Лондон, а англичане говорят Лондон. Есть, мы говорим Лейпциг, да, соответственно, Ляйпциг. Вот. Или там Парей и Париж, да. Ну, и, соответственно, это вот грицизированная форма египетского имени, но с огласовками египетских, даже имен собственных, значительные проблемы. У нас есть, потому что сами египтяне выписывали только согласные, вот, а огласовки, соответственно, как и, там, скажем, в современной арабской письменности, они, ну, не выписывались. Где-то мы можем предположить, как это звучало, особенно для, там, первых тысяч лет до нашей эры, потому что у нас есть копский язык, звучание которого нам известно, это позднейшая стадия развития египетского языка. Кроме того, у нас есть отдельные, именно собственные египетские, которые передавались в других языках, не только греческом, например, там, аккадском, да, который мы можем читать. Но это все касается, как правило, отдельных слов. Поэтому то, что мы слышим, как правило, в фильмах, какие-то попытки, да, они имеют разную степень обоснованности, но уверенности в том, что даже, там, скажем, встретившись с очень хорошим филологом или лингвистом, который занимается древнеегипетским языком, египтянин его поймет, особенно египтяне, там, третьего тысяч лет до нашей эры, да, большой вопрос. Другое дело, что он поймет, что мы напишем. Общаться через записи мы бы смогли бы, но общаться на первых порах, наверное, нет. То есть ушло бы какое-то время для того, чтобы понять, принципы огласовок, которые они используют. А мы все о значении иероглифов знаем? Для большинства да. Особенно это касается, ну, памятников о письменности третьего, второго тысячелетия до нашей эры. Есть, соответственно, Птолемеевская эпиграфика, то есть Птолемеевский период — это время после завоевания Египта Александром Македонским, то есть это с IV века до нашей эры, и дальше там вплоть до I века до нашей эры, а потом начинается уже римский период. Но поскольку они были тесно связаны между собой, часто говорят о греко-римском периоде. Вот. И там уже египетские жрецы активно использовали такую тайнопись, то есть криптографию. Иногда придумывали знаки прям по ходу, и не всегда их значения, они точно установлены. Но для большинства знаков, которые используются такой классической письменности, мы, в принципе, знаем, для чего они используются. Ну вот вы попадаете в какую-то гробницу, видите надпись. Что там чаще всего написано? Здесь был пуй-фуй или что? Надписи очень разные. Вообще нужно понимать, что в основном, когда мы имеем дело с египетскими письменными памятниками, мы имеем дело с эпиграфическими источниками. То есть это надписи, которые были сделаны на твердых каких-то материалах. Это, как правило, это камень, но не обязательно камень. Это может быть и металл, например, какой-нибудь, или там фаянс. Кроме того, у нас есть какое-то небольшое количество папирусов. Иногда египтяне писали на глиняных табличках. Это такая необычная особенность. Вот в Азисах, например, в Дахле. Египтяне еще в третьем тысячелетии писали на глиняных табличках, как какие-нибудь там шумеры или вавилоняне. Но просто потому, что у них там папирус не рос. Видимо, из Нильской долины поставлять его было дорого и долго. И они решили... И это, кстати, спасло в значительной степени документацию местного правителя от уничтожения времени. А памятники эпиграфические, они, как правило, имеют очень ограниченный круг задач. То есть что-то там прославить, записать какой-нибудь декрет, подписать гробницу. То есть, как правило, тексты эти не очень длинные. Но долгое время они не очень длинные. Потом, конечно же, там уже к эпохе Нового Царства, ко временам Тунхамона, Рамзеса II, Хадшипсуд, тексты становятся очень длинными. Да, собственно говоря, и там, скажем, тексты пирамид, они уже довольно пространные. Но, тем не менее, таких эпиграфических памятников немного. Как правило, они довольно короткие. То есть задачи были простые. Например, если это какая-нибудь погребальная стаила, то там нужно сделать изображение хозяина гробницы, может быть, его супруги, может быть, его детей, изобразить там какие-то жертвы, которым полагаются, ну и, соответственно, какие-то формулы благопожелания в загробном мире. Ну, например, жертва, которую дает царь, жертва, которую дает Осирис для такого-то и такого-то. Там могут перечисляться титулы, имена. И потом еще какие-то пожелания, например, чтобы он достиг великой старости или чтобы он удачно ходил по дорогам Запада. Но в основном эти формулы стандартные. И поэтому египтологи, они сейчас довольно узко специализированы. И, как правило, каждый специалист, он работает с текстами определенной категории. Ну, например, если вы занимаетесь там гробницами эпохи строительства пирамид великих, то вы будете прекрасно владеть, соответственно, знать надписи этого времени, прекрасно владеть лексикой, и вас спустит закрытыми глазами в любую гробницу, там, 4-й династии, вы сможете прочитать эти жертвные формулы и, соответственно, титулы, имена владельца. Если вы, например, занимаетесь книгой мертвых, то для вас, возможно, это будет несколько сложнее. Зато вы будете читать с листа книгу мертвых. Если вы занимаетесь, скажем, птолемейскими текстами, из храма какой-нибудь богини Хадхора Дендере, вы, может быть, вам будет сложно читать какие-нибудь там новоегипетские сказки, но при этом вы будете прекрасно читать тексты с этих... Эти довольно сложные, на самом деле, птолемейские тексты, которые большинству египтологов недоступны. Там, скажем, люди, занимающиеся классическим Египтом, то есть это древнее, среднее, новое царство, третье, второе тысячи лет нашей эры, оказавшись перед поздним памятником, особенно, например, папирусом каким-нибудь, будут впадать в ступер, им будет сложно, им потребует значительное время, и обложиться придется словарями для того, что... Ну, я к тому, что... Для того, чтобы прочитать эти памятники. Я к тому, что у нас сейчас довольно такая узкая специализация у коллег, и каждый привык работать со своими памятниками, их он читает без проблем, вот, выходя из зоны комфорта, нужно обкладываться словарями. Хотя есть, конечно, люди, которые занимаются чисто египетским языком, да, там, например, не копают. Я сейчас говорю только об археологах, которые по мере необходимости должны еще заниматься сочинением текстов. Но в обратную сторону это работает? Вы можете написать на табличке «Здравствуйте, меня зовут Максим, я занимаюсь раскопками грабниц?» Да, безусловно, безусловно. И, собственно говоря... Это были какие-то человечки с лопатами или что-то? Можно придумывать свои знаки, но, то есть, египтяне этим тоже занимались. Иногда даже, скажем, в эпоху древнего или среднего царства встречаются редкие знаки, которые нечасто использовались, то есть, явно кто-то их придумал, понравилось. Особенно это касается так называемых детерминативов, то есть, определители, которые стоят в конце слова, они поясняют, что же происходит. Какого рода это слово? Глагол «движение», например, или глагол, связанный с чувствованием, или еще что-то. И, соответственно, мы... Вообще, египтологи начали использовать египетскую иероглифику для записи каких-то своих мыслей или просто оставляя под надписи на памятниках еще со времен Шампальона. То есть, Шампальон был человеком, который расшифровал на ревень египетской письменности. И вот как раз в одной из наших гробниц, в гробнице Ченти Древнего Царства, от третьего тысячелия до нашей эры, мы обнаружили надпись, сделанную краской. И изначально, я думал, что это надпись, которая была оставлена одним из посетителей гробницы в эпоху, может быть, нового царства. Потому что от этого времени мы знаем много таких граффити. Песец такой-то пришел, увидел замечательные памятники, нашел их великолепным, что-нибудь такое. Иногда датировки даже есть. Таких надписей уже от собственного египетских туристов, которые через тысячу, через полторы тысячи лет посещали памятники, их известно довольно много. А тут вот надпись, но когда и там был картуш, то есть знак, который оформлял царское имя, но когда начинаешь читать царское имя, то не получается никакого древнеегипетского царя. Но в итоге выяснилось, что это Карл X, король Франции, который спонсировал экспедицию, и там упоминаются участники экспедиции, но только с помощью египетской рогливки. А рядом еще надпись на арабском языке, которую удалось обнаружить буквально два года назад в результате того, что там реставратор работал, почистил копоть, и вот еще и арабская надпись с тем же самым содержанием. То есть вот ребята такие, это все были молодые ребята, художники. Среди них был такой француз Нестер Лед, он понахватался египетской рогливки, еще находясь во Франции, потом, видимо, по пути в Египет, он занимался шампальоном, и решил так побаловаться. То есть только-только расшифровали египетскую рогливку, уже египтологи начали ее использовать для того, чтобы записывать, ну в данном случае это был прямой вандализм, они написали, что они были вот в этой гробнице. А, скажем, прусский египтолог Лепсиус, он уже на входе в пирамиду Хуфа, он уже выбил довольно большой текст. Это был настоящий эпиграфический памятник, где он перечислил всех сотрудников своей экспедиции, и сама надпись была сделана в честь короля Пруссии, который был главным спонсором этой экспедиции. И потом, впоследствии, в Первую мировую войну, особенно, египтологи активно переписывались с помощью египетской рогливки, потому что среди египтологов было много людей, сочувствующих Германии, среди французов или англичан. Связано это было с тем, что, ну, просто были научные связи, и в это время немецкая школа, особенно вот изучение натремнеегипетского языка, она была лидирующей, и, соответственно, очень многие египтологи, они либо поддерживали тесные связи своими немецкими коллегами, либо просто работали там, находились на стажировках, находились на обучении. И вот эта вся ситуация, кровавая война в Европе, когда еще ситуация была не столь однозначной, как, например, во времена Второй мировой войны. Тут, ну, колониальный такой, конфликт колониальных держав, то есть Германия, которая якобы там претендует на достойное место в мире. То есть ситуация была не столь однозначной, как во времена Второй мировой. То есть Германия еще не была тогда абсолютным злом. И, соответственно, многие гиптологи писали своим немецким коллегам, но чтобы военная контрразведка не могла прочитать эти письма, писали египетской иероглификой. То же самое, кстати, было распространено и среди наших советских ученых, они там поздравления могли друг другу писать, используя древнеегипетский язык. В общем, если что, можете зашифровать, удивительно. Как-то мы в лингвистику ушли, но очень интересно. Давайте о строительстве пирамид. Ну, например, самая известная пирамида Хеопса. Все ли мы уже знаем, как ее возводили, какие мощности были? Потому что Геродот писал, что 100 тысяч строили 30 лет. Было в Египте вообще 100 тысяч на строительство пирамиды? Ну, приблизительные подсчеты населения Египта в эпоху Древнего Царства, в частности, времена правления Хуфу, они показывают, что, видимо, в Нильской долине и Дельте жило порядка миллиона, может быть, миллиона 200 тысяч человек. То есть, мобилизовать 100 тысяч куда бы то ни было, это невозможно. Это 10% населения изъять мужского, то есть, 10% населения вообще, 20% населения мужского, включая стариков и детей, но это было невозможно даже древнеегипетским царям. В любом случае, что мы сегодня знаем? У нас есть поселок строителей пирамид. Это не поселок, где жили люди, строившие пирамиду Хуфу, к сожалению, потому что этот поселок был разрушен, видимо, сильным наводнением. Его остатки, они сохранились в виде гор мусора просто, к сожалению. Но мы знаем, где жили люди, которые достраивали пирамиду, вторую по размеру пирамиду, которая находится посередине, это пирамида Хафра или Хефрена, и которые устроили пирамиду Минкаура или Микерина. Мы, к сожалению, не вся площадь этого поселка, она может быть сегодня раскопана, потому что часть находится под современными домами и под... Там было такое футбольное поле, с которым археологи... Там работает американская экспедиция под руководством Марка Леннера, он там уже больше 30 лет вообще работает в ГИЗе. Человек, который наиболее комплексно, пожалуй, подходит к изучению вообще всего комплекса этих памятников. И вот он долго боролся с этим полем, а там мальчишки играли постоянно. И в конце концов он смог отбить его, поле перешло в собственность, эта земля перешла в собственность в Министерство туризма и древности, и теперь он начал там раскопки, сначала были разведки. Вот, в любом случае, те примерные прикидки, которые есть, говорят о том, что в этом поселении на постоянной основе жило, возможно, до 4-х, максимум 5-ти тысяч человек. Да, это были, судя по всему, довольно профессиональные рабочие. Они жили в бараках, но помимо этого у них были, соответственно, руководители, администраторы, которые жили в отдельных домах. Бараки, возможно, были двух-трехэтажными, в каждом таком бараке помещалось, как бы сказать, ну, один взвод, да, то есть там 40 человек. При входе находилась кухня, там им готовили хлеб и, соответственно, что-то жарили, и вот они там спали в этих бараках. То есть 4-5 тысяч человек, это люди, которые были более-менее, видимо, профессиональными рабочими, то есть они занимались там укладкой этих блоков. Но есть предположение, что в период разлива, когда происходила транспортировка основы строительного материала непосредственно к подножию будущей пирамиды, туда могли еще привлекать дополнительные, может быть, 10 тысяч человек. То есть все вместе могло быть там до 15, может быть, 20 тысяч человек. Следов от этих дополнительных отрядов мы обнаружить пока не можем археологически, но можно предположить, что если, например, их призывали, рекрутировали на период разлива, да, то есть там, знаете, 3 месяца примерно, 3-4 месяца, пока стоит высокая вода, они могли жить там, скажем, в палатках или каких-нибудь там легких укрытиях, которые не оставили следов. Но в любом случае это люди, которые не находились там постоянно. А постоянно это вот 4-5 тысяч человек, которые уже потащенные к подножию пирамиды блоки, они уже поднимали наверх и укладывали. Мы знаем, что их хорошо кормили, мы знаем точно, что это не были рабы, да, потому что, ну, Геродот, он уже представитель такого, ну, это античный автор, он привык к тому, что есть свободные, есть рабы, и что рабов много, и что их можно эксплуатировать как говорящие орудия, да, то есть такое классическое рабство. В Египте классическое рабство появляется только уже в эпоху Патолемеев, то есть после завоевания Египта войсками Александра Македонского, а до этого, естественно, рабы тоже были, и были они в эпоху строительства пирамид, но их было, а, немного на протяжении всего бронзового века, а во-вторых, в основном они были, ну, слугами в домашних хозяйствах. Если, например, была такая ситуация, что египетское государство захватывало массу каких-нибудь военнопленных, да, то, как правило, их старались сажать на землю, и уже там через поколение, через два, они фактически вливали состав египетского населения. Египтяне довольно свободно принимали к себе людей, иначе выглядящих, верящих в других богов, абсорбировали их, ассимилировали, и особенно во времена, там, 2 тысяч лет до нашей эры, там, быть потомком азиатов и занимать какие-нибудь высокие должности в государстве, это было уже вполне обычным делом. А почему так происходило? Это их мировоззрение такое? Ну, во-первых, нужно сказать, что, там, скажем, привычный нам национализм, да, это все-таки явление, в основном, появившееся в 19 веке и активно распространявшееся, развивавшееся в 20, ну, там, продолжающе существовать в 21 веке. То есть это явление довольно современное, да, оно может нам казаться естественным, да, но оно не было естественным на протяжении большей части человеческой истории. До древних египтянцев было самое главное, чтобы человек разделял ценности. Какие? Это, прежде всего, признавать, что у нас есть царь, который является единственным, либо одним из немногих существ на земле, который способен общаться с богами, доносить до них отчаяние египетского народа, вот, и гарантом стабильности и поддержания изначального порядка мат. Если вы это принимаете, то путь вплоть до самых вершин власти в Египте был открыт. В конце концов, было немало чужеземных династий, которые захватывали власть в Египте еще до походов Александра Македонского и, в принципе, иногда правили там довольно продолжительно, на протяжении нескольких поколений. — Давайте вернемся в рабочий поселок. Чем они там занимались, помимо строительства пирамид? То есть, во-первых, как они эти блоки все-таки доставляли? Были ли у них колеса? Как они их использовали? Что они ели? Кому они молились? — Чем они питались, это мы все неплохо знаем, благодаря археологии. Нам здесь повезло. Несмотря на то, что 4,5 тысячи лет назад у нас есть, например, журнал одного из участников строительства, где прямо по дням расписано, как они перевозили блоки для облицовки пирамиды с одного берега Нила на другой. Когда они отдыхали, когда они получали продовольствие. То есть, есть возможность через такой довольно сухой документ, такой вот, ну это просто ежедневник. Сегодня мы приплыли в каменоломни, загрузили камень, потом мы плывем, потом мы выгружаем камень, ночуем, потом мы плывем обратно. И вот это вот бесконечная рутина. Нам повезло, что этот папирус, точнее, там много папирусных фрагментов, среди них есть довольно крупный, хороший кусок, даже несколько, который сохранил эту информацию. Кроме того, естественно, данная археология. Очень тщательно раскапывается поселок строителей пирамид уже на протяжении вот этих 30 лет команды Марка Ленера. И мы точно знаем, что вот этих простых рабочих, их кормили в основном молодой бараниной, молодой козлятиной. Почему мелкий рогатый скот? Там встречается свинина, но ее меньше. И свинина, как предполагают авторы раскопок, она происходит из каких-то близлежащих поселений. То есть вы хотели как-то свой рацион, не знаю, разнообразить, вы брали заработанное зерно, потому что денег не было, вы получали условную зарплату, да, ваши пайки на самом деле, да, в виде каких-нибудь продуктов питания, вы могли обменять у местных жителей там на свининку, например. А вообще, поскольку они получали снабжение из государственных хозяйств, государству проще выращивать статных животных. Ну, то есть вот мелкий рогатый скот и крупный рогатый скот. Вот крупный рогатый скот шел уже непростым рабочим, то есть говядина, она отправлялась администратором. Кроме того, мы знаем, что эти люди довольно тяжело трудились. То есть был раскопан некрополь, он не только принадлежит к строителям пирамид, но в том числе там были похоронены и люди, умершие во время строительства. И мы знаем, что, например, у них были нередкие компрессионные переломы позвоночника, да, то есть когда очень серьезная какая-то нагрузка на позвоночник. Часто у них страдали конечности пальцы. У одного был перелом черепа. Ну, видимо, какая-то, это уже, видимо, не производственная травма, а какое-то конфликтное производство. То есть можно себе представить, что что-то время от времени там блоки срывались, падали там на руки, на ноги, вот что-то, какие-то орудия могли улетать. Вот у нас была ситуация, когда я случайно уронил в шахту, такую работу с такими большими тяпками, да, она упала на 4-5 метров, по-моему, было. И слава богу, что наш архитектор, который там же внутри находился, он находился в погребальной камере. То есть нахождение в погребальной камере его, в конце концов, спасло. И представить себе, что какое-нибудь каменное орудие, да, египтяне в это время, они жили в таком медно-каменном веке, меди было еще очень мало, добывать ее было очень сложно. Он, там, работал каменным молотом, зазевался, не знаю, плохо себя почувствовал, сердце прихватило, и вот он роняет этот камень, он падает там со высоты 100 метров вот кому-нибудь в голову, да. — Кстати, никогда не задумывался, а у них же, наверное, не было касок, им не из чего их было еще, не придумали к тому моменту? — У них не было касок, у них не было, например, солнцезащитных очков. А представить себе себя в Гизе летом, потому что, например, сезон разлива, да, это лето, когда вода высокая, когда можно было прям по максимуму, как можно ближе к строительной площадке, подвести по воде эти блоки, вот там, скажем, с противоположного берега. И этот известняк, он очень белый, там все в этой пыли в белой и в щебне, слепит солнце, жара, летают какие-то мухи, и, в общем, представить себя на месте древних египтян, это очень-очень тяжело, конечно. Вот. Были медные орудия, помимо каменных орудий, но медь доставалась большим трудом, потому что медь добывалась в очень твердых породах, это такие жилы кварца, которые встречаются во всяких гранитах, в основном такое очень древнее, очень твердое докембрийское основание, там вот эти кварцевые жилы, которые обладают либо медной, либо золотой минерализацией. Часто в одном и том же месторождении египтяне могли разрабатывать в одно время, там, скажем, медь, а в другое время золото. Но этот кварц нужно было выбить, измельчить практически до состояния пудры, потом произвести обогащение руды, то есть выплывить первоначально вот эту медь. Медь была разной, иногда нужно было добавлять туда еще железо для того, чтобы сделать металл более чистым. В общем, это был очень сложный процесс, и самое главное, что, ну, месторождение медь, они находились довольно далеко от непосредственно Нейской долины, то есть несколько дней нужно было добираться, а там, скажем, до Синайских рудников, которые были очень важны в эпоху Хуфу, нужно было добираться, если по земле, то это неделя была примерно. Ну, если считать, что там караван Аслов мог перемещаться на примерно 50 километров в день. Хуфу, понимая, что у него есть серьезные проблемы с ресурсами, да, ведь строительство пирамиды, это строя пирамиды, египтяне одновременно строили свое государство, потому что вы должны были решать массу задач, вы должны собрать людей, вы должны их накормить, вы должны их где-то расселить, да, вы должны их не только едой обеспечить, но там, одеждой, какими-то там маслами, обувью, в конце концов, потому что ходить там по этому ущебню тоже это такое себе удовольствие. Вы должны пригнать откуда-то эти стада, да, эти стада должны где-то вырастить в каких-то хозяйствах, появляются специализированные хозяйства, конкретно под мелкий рогатый скот, под крупный рогатый скот, какие-то области должны снабжать это все зерном дело. Где-то вы должны производить довольно значительное количество пива, потому что хлеб и пиво – это основа египетского рациона, да, и потом вы должны понимать, что у вас на работе молодые люди находятся, как правило, да, пиво для них является очень важным стимулом, ну, по крайней мере, так считают некоторые сегодня исследователи. Значит, дальше, вам нужно притащить туда большое количество камня. Ладно, известняк вы находите на месте. Известняка много в Нильской долине, но там должен быть гранит, базальт, кварцит. Потом вам нужны металлы всякие для того, чтобы, ну, во-первых, обрабатывать этот камень, это медь, да, ну, точнее, можно сказать, мышьяковистая бронза, потому что там часто встречается мышьяк, то есть, фактически, ну, это более уже прочный у нас плав. Кроме того, золото, да, дерево, дерева качественного в Египте нету, нужно тащить вообще из Ливана. И все это нужно свести в одну точку, в одно конкретное время, потому что не хватает вам медных орудий, все стопорится, да. Не успели вы что-то дотащить за период разлива, потом вы будете вкладывать в это значительно большие ресурсы, тащить по земле. Очень сложные логистические, организационные задачи, которые египтяне постепенно, очень постепенно учились решать. Сначала они учились работать с большими блоками, там, скажем, это начало третьего тысячелетия до нашей эры. Как они их тащили-то? Проводились эксперименты, вот, кстати, у нас активно развивается экспериментальная археология, у нас в стране. И японцы проводили эксперименты по перетаскиванию блоков, таких сравнимых по размерам с блоком пирамиды Гизы. Вообще, в пирамиде, если мы возьмем Великую пирамиду, там, примерные очень оценки, 2,3-2,5 миллиона, ну, 2,5 миллиона, может быть, 2 миллиона 300 тысяч блоков, средний вес которых 2,5 тонны. Но такие блоки, они перетаскиваются довольно небольшими группами людей, там, по 10-15 человек, либо на салазках, либо с использованием катков деревянных. Ну, катки, как оказалось, это сложно. Почему? Потому что поверхность неровная, это разок. Во-вторых, катки должны быть очень хорошо подходить друг другу, иначе не на всех на них будет попадать нагрузка, и, в общем, там, они будут выпадать, и это сложно. Хотя, возможно, если вы сделаете ровную, достаточно поверхность, и подберете более-менее одинаковые катки. Вот. У нас есть изображения, какие они это делали, как они перетаскивали гигантские статуи. Это были салазки, фактически, такие. И многие считают, что салазка была проще, чем на катках. Ну, понятно, что перед ними нужно было лить либо воду, либо там, скажем, ил какой-то мокрый, или глину, или даже масло, возможно, поливали, если там прям очень серьезно была какая-то такая задача. То есть, это, в принципе, все возможно, и это возможно небольшими группами. Даже вот если взять журнал этого самого Мерера, у него было в распоряжении примерно 40 человек. Если мы предполагаем, что таких групп было штук 10, то они, не напрягаясь вообще, могли за 20 лет перевести весь необходимый груз для облицовки пирамиды. То есть, иногда говорят, ну, как это так? 2,5 миллиона, это, вы знаете, там нужно было один блок в минуту класть. Ну, это если у вас одна команда работает, да? А если у вас работают множество команд небольших, то эта задача была решаема. Но такой важный момент стоит отметить. Мы знаем, какие были технологии у древних египтян. Мы знаем, что, сочетая их, они могли построить пирамиду. Но как конкретно они их сочетали, вот это вопрос. Ну, то есть, мы знаем, что египтяне могли использовать пандусы, например, для того, чтобы затаскивать блоки на какую-то высоту. Мы знаем, что пандус не мог идти до самой вершины, иначе бы объем этого песка, щебня, глины, который бы потребовался, он бы значительно превышал объем самой пирамиды. Да, потому что невозможно сделать пандус под 45 градусов. Он должен быть гораздо более пологим, и там будет и гигантский объем. Но при этом мы знаем, что пандус был какой-то. Ну, там, может быть, до нижней трети. Почему мы это знаем? Потому что, когда египтяне вырубили блоки, у них образовалась большая дырка в гизе. И потом эту большую каменоломню, они просто закидали остатком. Она сейчас заполнена довольно чистым материалом, который состоит из керамики древнего царства. Но в основном это песок, глина, камни, какие-то сердцовые кирпичи, то есть, всякий строительный мусор. И очевидно, что это остатки пандуса, которые после окончания строительства пирамиды, они были сброшены туда в каменоломню. Они как бы выровняли поверхность, вынули камень, построили пирамиду, а потом это все дело залакировали, сбросив туда остатки пандуса. И когда ты гуляешь по гизе, и все это видишь, просто понимаешь гигантские масштабы. Как вырубали блоки? Значит, недавно относительно французы проводили очень интересный эксперимент с помощью медных орудий. Значит, вырубали блок, очень похожий на те блоки, которые вырубали непосредственно строители пирамид. Выяснилось, во-первых, это мы знаем по данным археологии, что можно было вокруг этого блока посадить там 3-4 человека. Но им нужно было вокруг сначала сделать траншею шириной хотя бы сантиметров 40. Потому что как это? Вот у вас блок, например, стол, это блок. Вы-то сажаете одного рабочего сюда, одного сюда, одного сюда, одного сюда. И мы тут, переговариваясь, сплетничая, начинаем долбиться вниз. Но траншея, которую мы должны вырубить, она должна быть достаточно, чтобы мы там поместились. То есть вы уже вынимаете огромное количество материала. Его, конечно, можно не выкидывать. Наш щебень можно измельчить и потом использовать его для растворов. Многие считают, что в пирамиде нет никаких растворов. На самом деле там много раствора. Древнего имеется в виду, между блоками использован. Для этого нужен был в том числе измельченный известняк. Все это можно тоже впустить. И вот мы сидим, вырубаем. Потом нужно его подрубить либо как-то отломить. Тут французские экспериментаторы показали, что в принципе можно с помощью деревянных балок не использовать там всякие клинья, отколоть блок. Но потом его нужно обработать и, соответственно, перетащить. На перетаскивание такого блока нужно человек 10-15, не напрягаясь, они могут этим заниматься. Потом, соответственно, есть всякие фишки. Например, можно известняк смачивать водой, что может упростить работу с ним. И у нас есть нормы, например, по вырубке, которые были у строителей царских гробниц в долине царей. Это примерно четверть кубометра за день. Казалось бы, немного. То есть метр на метр на 25 сантиметров. И все. И как бы рабочий день закончился. Но при этом, судя по всему, они не просто сдалбливали кусочек за кусочком. Они работали мудрее. То есть они били на 25 сантиметров вниз. То есть они пытались разбить эту площадь на отдельные крупные блоки, а потом крупные блоки подбивали сбоку. Чтобы сбивать кусками, а не просто измельчать известняк. Как безумные. И такие следы очень хорошо видим в гробницах Древнего царства, в частности, в которых работает экспедиция Института Востоковедения, что они делали такие канавочки вокруг какого-нибудь куска. Потом его снизу подбивали, сбивали. И таким образом... И главное, у них блоки сразу образовывались. Они их могли использовать потом, например, чтобы закрыть проход в погребальную камеру. Или этими блоками закидать шахту, ведущую в погребальную камеру, чтобы усложнить грабителям процесс проникновения туда. В общем, египтяне были большими рационализаторами. И это важно учитывать, что это не только такие богом поцелованные люди, которые солнышком поцелованные, которые ходили, только верили в своего великого царя, да, и были готовы на любые жертвы. Нет. И они прекрасно знали цену своему времени. И это мы видим как раз на пирамидах. Потому что, да, в основании там блоки пригнаны очень хорошо, там действительно нельзя просунуть лезвие ножа, но поднимаясь выше, вы можете просунуть сначала там руку, там кисть, потом руку, потом ногу, потом голову, а там наверху есть места Икинори Кавае, есть такой замечательный японский исследователь, такой товарищ мой, и он рассказывал, что, знаешь, там можно вообще между блоками надо протиснуться. Вот. То есть, чем выше, видимо, начальство уже меньше забиралось, да и потом, чем больше вы полостей там оставите, тем меньше будет нагрузка на камеры, которые находятся непосредственно внутри пирамиды. И потом блоки, размер блоков уменьшается по мере повышения пирамиды. И они становятся все менее-менее обработанными. И там есть фотографии замечательной верхушки пирамиды, как вот сейчас она выглядит. Там очень хорошо видно, что, во-первых, блоки довольно неровные, во-вторых, между ними существенные зазоры. Вот. И они, кстати, очень серьезно перестраховывались. Все строили уже к временам хуфа, они строили с большим запасом прочности. Потому что до этого там, скажем, в пирамиде Джосера были проблемы. Потом был у хуфу отец, его звали Снофру. Я в честь него своего кота назвал, потому что это был великий строитель. При нем блоков было перетачено по объему больше, чем при хуфу. Но хуфу все знают, или хеопсы, а Снофру практически никто не знает. Хотя Снофру совершил все те ошибки, которые потом смог избежать его сын при строительстве. Снофру был первым человеком, первым правителем, который решил выстроить не ступенчатую пирамиду, а истинную пирамиду. Потому что ступенчатые они строились из небольших блоков. И, соответственно, чтобы сама пирамида под собственным весом не развалилась, эти блоки приходилось немножко наклонять к центру. То есть там кладка такая косая получается. Но из-за того, что кладка косая, приходилось делать ступени. Иначе бы все это все это дело развалилось. А Снофру решил построить первую истинную пирамиду. Такую более совершенную форму, как может показаться. Для этого он просто начал использовать гораздо более крупный строительный модуль. То есть, более крупные блоки. Но с первой пирамидой там не очень получилось. Там, видимо, было плохо рассчитано прочность с основания. И он ее был вынужден завершать под другим немножко углом. Она получилась такая ломаная. Вот. Потом он построил еще одну пирамиду. То есть, в общей сложности он завершил три пирамиды. Первый, видимо, за своим отцом завершил. Еще в другом месте в Меду Медвежь построил в Дахшуре. И вот последняя она уже получилась истинная пирамида. Но ни в одной из них не было найдено следов погребения. Где его, в конце концов, захоронили, непонятно. Но он прошел все те этапы, которые показали, как нужно строить настоящую истинную пирамиду. И Хуфу фактически только этим и воспользовался. И увеличил, естественно, высоту своего памятника. И вот построил Седьмое чудо света. Максим, мы посмотрели только снаружи, получается. В следующий раз заглянем вовнутрь. Очень интересная была беседа. Спасибо. У нас сегодня в Мослектории был Максим Лебедев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok